Привет всем Звёздным Воинам Галактики, вы на канале Павла Ларина. Дарт Молл за свою относительно недолгую, хотя и совсем не короткую жизнь, успел примерить на себя довольно большое количество разнообразных масок и личин. И сейчас я говорю не столько о каких-то физических объектах, покрывающих лицо этого тёмного лорда ситов, вовсе нет. В данном случае я имею в виду то, что древние римляне называли «персона», то есть маска, которую каждый член общества, подобно театральным актёрам, надевает на себя психологически, беря на себя ту или иную роль в нашей с вами столь неоднозначной и столь разнообразной жизни. Впрочем, обо всём по порядку. Ну а перед началом основной части видео мне бы хотелось сделать то, чего я не делал уже очень давно. Посоветовать вам сервер в Гаррисмоде, посвящённой тематике Войн Клонов, называющейся Influence of Force, который уникален благодаря наличию сразу пяти легионов, из которых один является не чем-то там, а настоящей Корсунской Гвардией, а также CT-легион, 41-й элитный корпус, 212-й штурмовой легион и на сладкое 501-й легион, причём в каждом легионе есть свои специальности. Их проект молод, но очень амбициозен, так что не стесняйся присоединяться к ним. И, как говорится, куй железо пока горячо. Так вот, свою жизнь Дарт Мол начал в роли самого настоящего раба. Его родиной, согласно разным источникам, выступали две планеты Иридония и Датамир. И, скорее всего, родился он именно на Иридонии, родном мире большинства забраков, но вскоре он был забран на службу сёстрами ночи на Датамир, а оттуда он фактически стал рабом Шива Палпатина, также известного как Дарт Сидиус, таинственного Сита, который в момент взятия к себе Мола в обучении и сам был по ситским меркам ещё учеником, ведь его учитель, Дарт Плэгас, был всё ещё жив, а правило двух не позволяло иметь статус Дарта сразу более чем двум пользователям тёмной стороны силы. Впрочем, это не остановило Палпатина в его намерении сделать из краснокожего и практически полностью покрытого татуировками Датамирского забрака могущественного воина, наёмного или, лучше даже сказать, служащего убийцу, способного не только убивать своих жертв, но и делать это тихо, без привлечения внимания широкой публики. Роль Дарта Мола всё ещё во многом продолжала оставаться той же, он был не более чем раб своего повелителя. Но в отличие от маленького мальчика-слуги Мола, Мол-подросток уже мог не только выполнять различного рода мелкие поручения и позволять истязать своё тело многочисленными пытками со стороны его ужасающего учителя, но и также и выполнять вышеуказанные функции ситского ассасина. Да, он всё ещё был рабом и, по сути, во многом рабом он и останется на большую часть своей сознательной жизни. Ведь даже после той злополучной дуэли на Набу, когда Дарт Мол лишился практически целой половины своего тела, он всё равно при каждой встрече со своим старым учителем продолжал раболепствовать перед Сидиусом, всегда пытаясь показывать себя как покорного слугу, готового выполнять волю своего господина, даже несмотря на то, что у дата Сидиуса на тот момент уже появился ещё один любимый цепной пёсик – Граф Дуку, также известный как Дарт Тиранус. Но стоит признать, даже когда он был не более чем рабом, его убийственные обязанности вместе давали ему также и некоторые преимущества и привилегии, которые он никогда бы не смог заработать, ни будучи простолюдином Соридонии, ни гражданином второго сорта в крайне нетерпимом окружении кланов Датамира, где только Сёстры Ночи могли считаться полноценными членами общества, а все остальные жители этой планеты тёмной стороны должны были довольствоваться статусом чуть ли не полуживотных. Да, магия Сестёр Ночи была очень сильна, но её могущественные адепты вроде Матери Талзин никогда бы не стали делиться самыми сокровенными её секретами с такими как Молл. И хотя в данном случае Дарт Молл не производил выбор своей роли самостоятельно и его судьбу за него фактически решал только, так скажем, режиссёр Дарт Сидиус, но всё же этот самый Дарт Сидиус посвятил Дарта Молла в огромное количество могущественных секретов тёмной стороны силы, начиная такими трюками, как удушение силы и заканчивая невидимостью, которую он, подобно Сидам-ассасинам из прошлого, а также джедаем-теням мог активировать, используя так называемый трюк разума, фактически исчезая из поля зрения своих оппонентов. И нет, в такие моменты Дарт Молл на самом деле никогда не становился полностью невидимым, он всё так же оставался в том же самом месте и его можно было легко потрогать и даже увидеть, но из-за вышеупомянутого трюка разума мозг малоподготовленных противников просто-напросто отказывался обрабатывать поступающие в него зрительные сигналы. Им казалось, что Дарт Молл уходил в состояние невидимости, в чём он, кстати, был похож на свой личный корабль — Ятаган, который, как нам известно, как из старого, так и из нового канона обладал устройством, известным как плащ-невидимка. Впрочем, несмотря на огромное разнообразие таящихся в арсенале Дарта Мола силовых способностей, которыми обладал почти каждый уважающий себя тёмный повелитель как древности, так и современности, всё-таки была одна очень распространённая среди ситов способность, использование которой первый официальный ученик Дарта Сидиуса так никогда и не продемонстрировал, способность, которую обожают очень многие, способность, о которой лично я уже не раз делал видео и способность эта, как вы уже догадались, была известна как молнии силы. Сразу же скажу, что факт того, мог ли или не мог Дарт Молл использовать молнии силы, никем однозначно доказан или опровергнут никогда не был. Да, по интернету ходили теории, что якобы, раз Дарт Плэгас однажды сказал, что метать молнии мог только тот, кто хоть раз ощутил на себе их воздействие, то могло быть так, что Дарт Молл просто-напросто никогда в своей жизни не подвергался воздействию силового электричества и, следовательно, он не мог полноценно овладеть данной способностью и, следовательно, не мог никогда её использовать в бою. Но такая теория в пух и прах разбивается аргументом того, что крайне маловероятно, чтобы Дарт Молл, этот широко известный в узких кругах ассасин, никогда не подвергался воздействию молнии силы. За свою относительно недолгую молодость Дарт Молл уже успел побывать на огромном количестве миссий, сражаясь даже с такими воинами тьмы, как уже упомянутые нами ранее Сёстры Ночи. Не говоря ещё о том, какие пытки Дарту Моллу пришлось прижить в молодости, когда он играл роль нелюбимого, но столь нужного цепного пса в руках всем нам известного великого комбинатора. Но в чём же тогда была причина отсутствия со стороны Молла использования этой знаменитой способности? Руки у этого тёмного владыки были на месте, так что вариант с ампутированными конечностями, который, как правило, приписывается Дарту Вейдеру отпадает? Как мы могли лицезреть как в старом каноне, к примеру, в Войнах Клонов, так и в новом каноне? К примеру, в сериале Повстанцы Дарт Молл после своей, если так можно выразиться, аварии в период действия таинственной угрозы просто-напросто сошёл с ума. Говоря по правде, у него и до этого были проблемы с психикой, ибо такого приёмного бати, как Палпатин, и врагу не пожелаешь. Но в том же сериале Повстанцы он и вовсе стал вести себя крайне странно, он стал явно проявлять обсессивные паттерны поведения. К примеру, вспомним его поклонение Тёмному Мечу Мандалора или его жутковатые карикатуры на Сатин Крайс, образ которой даже после её смерти постоянно крутился в голове у Дарта Молла, подобно призракам из прошлого. Но всё вышеописанное очевидно было лишь верхушкой айсберга. У абсолютно любого человека мысли, как правило, ещё даже куда более странны, чем их поступки, и это нормально. У каждого и каждой в голове всегда есть какие-то, так скажем, скелеты в шкафу. От страхов и фобий до навязчивых желаний, вызывающих вредные привычки. Вот и у Дарта Молла на фоне огромного количества стресса, который ему пришлось пережить, вполне могла развиться навязчивая мысль того, что молния силы — это нечто слишком страшное, слишком ужасающее даже для такого воина тьмы, как Молл. Рискну предположить, что у Молла в детстве присутствовал ряд сильных мысленных переживаний, связанных с постоянными пытками со стороны его учителя. Так же, как если ребёнка в детстве незаслуженно облает страшная собака и он начнёт бояться всех собак, даже самых маленьких, так и Дарту Моллу пришлось пережить нечто в сотни раз более страшное, чем собачий лай. Несмотря на свой миловидный внешний образ, Палпатин как в старом, так и в новом каноне всегда был настоящим мучителем-садистом, получавшим истинное удовольствие от процесса причинения боли другим, и хотя детство Палпатина и Молла были во многом диаметрально противоположными, Молл был рабом, а Палпатин всегда был избалованным ребёнком очень-очень-очень богатых родителей, всё-таки их объединяла какая-то пережитая ими в детстве психологическая травма, которая сделала их обоих садистами, наслаждающимися страданиями других. Но вот только в то время как для Палпатина молнии силы и стали излюбленным инструментом причинения подобных страданий, для Дарта Молла молнии силы скорее всего превратились в самое настоящее табу, и в то время как Молл спокойно мог калечить людей своим световым мечом, душить их силой или даже больно протыкать своими рогами, я думаю, испускание электричества из своих рук Дарта Молла мысленно возвращало в детство, которое он хотел забыть. Ибо те психологические страдания, которые Дарт Молл пережил в детстве из-за особенностей детского мозга, скорее всего, были во много раз сильнее, даже чем его предполагаемая смерть и возрождение после сражения с Оби-Ваном Кеноби. И хотя теоретически говоря мы можем предположить, что используя различные методы психотерапии, у Дарта Молла была бы возможность решить свои ментальные проблемы и окончательно отпустить своё прошлое, о возможности своего излечения Молл даже и подумать не мог, это просто было выше его понимания. Да, а ведь ещё кто-то говорит, что джедаи воруют у юнглингов их детство. То ли дело ситы? Впрочем, в любом случае, однозначного ответа тут дать вряд ли когда-нибудь можно будет. И по этому поводу неиспользования Дарта Молла Молнии Силы по интернету уже давно ходят самые различные теории, одну из которых я и постарался до вас донести. Ну а как ты думаешь, почему Дарт Молл никогда не прибегал к использованию такой способности как Молния Силы? Пиши своё мнение в комментариях и вступай в цивилизованную дискуссию с другими зрителями, ибо в споре, как известно, рождается истина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова